Друзья, доброе утро. Сейчас на часах 7-10, и через примерно 10 минут мы с моей подругой, которая тоже из России, едем в Осло, в наше такое мини-путешествие. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попадем мы здесь? Люди здесь реально падают и убивают Вот из таких позитивных видов самое главное Вы знаете, что все поубивались? Она все сливается в одно Поэтому не видно Можно попасть И убийца Хорошо, спасибо Мы сейчас заметили, что многие норвежцы переходят дорогу на красный светофор Понятно, что здесь дороги абсолютно пустые, но все-таки важное наблюдение Спасибо за просмотр! И так, магазин с какими-то машинами И я не знаю, что за машины, но это не Tesla Это что-то другое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас шли до парка скульптур. Я не помню, как его зовут, но я обязательно напишу. И сейчас мы проходили по такому жилому району. И здесь прям удивительно, что здесь правда живут люди. Здесь очень тихо, никого нет. Ну, конечно, сегодня воскресенье. Вот, но дома есть как прям роскошные. Есть вот такие, вот, есть вот такие. Вот. И везде куча Тесл. Нет ничего лучше, чем сидеть в Норвегии, в центре Осло, в парке. И есть булочка, которую сам готовил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы сидим в итальянском кафе Иль Болоньезе. Я очень хочу поговорить с... Я не знаю, хозяин, это официант, кто это. Хочу поговорить немножко на итальянском. Но я боюсь. В общем, было очень вкусно. Я ела Болоньезе, а Лера ела... Что ты ела? Равиоли. Вот, с грибами. И это тоже было очень вкусно. И хороший кофе. Вот, поэтому... Здесь очень милая атмосфера. Было бы еще лучше, конечно, если бы на улице не было лесов. Да, строительных лесов. Но так тоже неплохо, потому что здесь тепло, вкусно. И сейчас мы отправимся... Куда мы-то отправимся? В мой музей. Народный музей искусства и культуры. Вот так. Да. Ну, в общем... Снимаю, просто снимаю девушек. Снимаю, просто снимаю девушек. Вот мы и так. Да, отлично. Значит, Лера ведет за меня блог. Мы обязательно это вставим. Обязательно. В общем, мы идем по... Где мы идем? Это музей. Это старый город. Нет, это уже не старый город. Это всё старый город, но мы прошли почту. Это всё старая почта. Это всё, конечно. Вот смотри, какие дома. Это они старые. Старые дома. Вот. И это карта. И здесь мы идём вот в эту церковь. Ну, в общем, где-то. Где-то она есть. Вот. Что ещё можно сказать? Не знаю, это твой блог. Итак, дамы и господа, представляю вашего внимания, избушка на курьих ножках. Ну, реально! Похоже. Ну, похоже. Ну, вообще красиво. 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 Это церковь какого века? 12-го? 13-го? 13-го века. И мне она очень напомнила православный храм. Мы тоже примерно того же времени. И это, ну, как-то очень удивительно видеть похожую архитектуру здесь. Ну, как бы, потому что это протестантская страна. Поэтому я хочу прочитать больше. И, может быть, я вам расскажу, где тоже можно прочитать какую-то информацию, почему это выглядит так похоже. Ну, как бы. 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 Ну... Итак, наше путешествие подошло к концу, сейчас мы в Халдене, на железнодорожной станции, ждем, пока приедет автобус, и нам нужно ждать целых 40 минут, но уже осталось совсем немного, и я хотела бы подвести какой-то такой итог поездки. И, ну, если честно, мне немножко сложно говорить об этом, потому что я устала, причем сильно, замерзла, но это естественно, потому что был сильный ветер, как вы могли заметить на некоторых видео, но могу сказать одно, в воскресенье в Осло нет людей вообще, они есть только в каких-то таких более-менее туристических местах, например, в парке, это тоже видно по видео, в городе очень много тесл. Ну, меня это просто впечатляет, и город сам по себе очень красивый, но на самом деле не совсем идеальный, то есть можно заметить какие-то недостатки, которые ты вроде как не ожидаешь увидеть в Норвегии, но в принципе, в принципе мне понравилось. Если жить, здорово, если приезжать как турист, можно приехать пару раз, то есть, например, музей Мунка нужно посетить обязательно еще раз, и может даже не раз, но именно гулять по городу симпатично, красиво, но это, правда, не самое туристическое место. Но все равно я советую вам всем посетить Осло, потому что, ну, как бы, столица Норвегии, вот, поэтому, как-то так, увидимся в следующем влоге.